Я жду миллион долларов. Я могу сказать честно. Да вообще дописать, я не знаю. Счет у меня забрала и говорит, я пошла закрывать ипотеку. Я желаю таким людям зарабатывать больше бабок, чтобы переживать просадки спокойствия. Говноеды. Друзья, всем привет, Жука Виталий на связи. Сегодня у нас формат интервью. Гость у меня Артем Первушин. Всем привет. Известный трейдер, известный аналитик. Очень, очень, очень известный. Очень известный. Три тысячи просмотров Ютуба, пять тысяч. Очень известный. Кстати, давайте и Артем ему просмотров добавляйте, и мне тоже. Ладно, сегодня у нас, друзья, формат интервью. Мы зададим вопросы, в том числе, которые отправляли вы нам. И, соответственно, я думаю, вы что-то для себя интересное здесь подчеркнете. Ну и, наверное, еще за жизнь отдельно поговорим. Потому что вопросов, что шесть вопросов задали нам. Шесть вопросов. Шесть вопросов, но мы, это, наверное, наша все-таки беда. То, что мы решили записывать в час ночи, только за полчаса до интервью. Так спонтанно получилось, что вот Артем прилетел в Москву. И, соответственно, да, вот мы как-то так спонтанно встретились и решили записаться. Соответственно, самый первый вопрос, самый базовый, довольно интересный, в том числе мне. Как вообще о криптовалюте ты узнал? И когда о ней узнал? Самое главное, потому что у меня, например, была такая проблема в жизни. Когда ты о ней узнал, как ты к ней отнесся? Изначально я о ней узнал, год, наверное, 14-й был. Денег у меня не было, ничего не было. Но я как-то вот пытался зарабатывать. Изначально меня тоже много спрашивают, а что ты где делал? Откуда деньги у тебя, когда ты начал торговать? Я много Ютубом занимался. Ну, вследствие чего потом на Ютубе канал по крипте сделал. Вообще узнал я о ней в 14-м году, там, биткоин стоил что-то там 30 тысяч рублей, он, по-моему, падал в то время, там, 30-ти, до 18-ти, у меня даже спускался, в доллар, ну, сколько, ну, 300 баксов, да? Ух, я не знаю, сколько там курс доллара был, ну, я понял, в рублях отслеживал. Потом как-то отрос, я особо за этим не следил, и где-то в году в 16-м, наверное, ну, такой момент был, может, кто-то вспомнит. У меня много каналов на это было, в частности, был канал очень прибыльный по казино. Казино? По криптоказино, да. Казино уже тогда были? Да, конечно, с какого года, я не знаю. Так вот, и там я с криптой начал, ну, как-то уже более-менее мутить, и вследствие, там, в 17-м году уже понял, что на курсе-то можно заработать большие деньги. Начал учиться. Не знаю, стоит повторять это, нет, я миллион раз повторял, в том числе и сейчас только что. Я это вырезаю. Да не вырезай, ничего не надо, пойдет. Торговал я в 17-м году изначально альту к битко. Мы уже выяснили, что это... Ну, это вообще путь в никуда, и, наверное, даже не стоит на этом сейчас очень много времени заострять. То есть, получается, ты начал торговать с 17-го года, с 17-го года, это какой у нас, соответственно, был курс? Где-то... Ну, где-то 3-5. 3-5. Начал расти, 3-5, вот где-то 5 он был, я уже начал более плотно смотреть. А ты торговал как? Ты торговал крупный таймфрейм или прям вот старался intraday? Ты думаешь, я помню, что... Нет, intraday точно ничего не делал. Нет, не делал, я помню, я как раз 17-й год, перед ростом, я прям тогда хорошо intraday торговал. Нет, у меня как бы бывало, что много сделок в день, и, может, был такой период, что я прям много сделок в день открывал, но, может быть, там, как, 3 сделки в день открыл, и смотрел, как они закроются просто. Иногда закрывались через день, 2-3, иногда, там, неделю, 2-3 сидел. Вот, кстати, актуальный довольно момент. В данной ситуации, сложившейся на рынке, ты как считаешь, как лучше торговать, локалку или все-таки более глобальное движение? Последние 2 месяца я начал торговать локалку. Локалку, да. Пока не могу сказать, что лучше, но вот мне прям такой азарт появляется внутри дня. Знаете, я тоже сейчас, кстати, начал локалку торговать, но дело в том, что рынок просто позволяет. Действительно, у нас огромное количество поддержек, огромное количество уровней, от которых сейчас можно торговать. Вот, ну, конечно, когда был уровень, там, 5-6-7-8, навряд ли, 7 тысяч, тогда уже все-таки стрёмно было локалку торговать. Я, по крайней мере, не торговал. Вот, я там упорно сидел, ждал вот этот 2-3 месяца, один трейд, такой хамаха-стайл. Ты вот все-таки на торговле какие больше активы рассматриваешь, приоритет, биткоин или альту? Так, ну, сейчас будет такой момент, что последние, ну, верно, последние 2 недели я понял, что внутри дня локалку альту брать не нужно, вообще не стоит. Она там против биткоина постоянно ходит, выбивает все, что можно. Вот вчера у меня стоп по эфиру закрылся, очень неприятно получилось. На биткоине, ну, что поскольку, ну, 185 эфиров. Я в шорт брал, 185 закрылась, и он после закрытия моментально вниз полетел. Ну, это знаешь, посмотришь, ребята, через неделю непонятно будет, что по этому про курсы, я думаю, не стоит. Ну, альту лучше не брать внутри дня, по крайней мере, вот сейчас, я так думаю. Если оно все резко, там, допустим, в какую-то сторону полетит, вверх-вниз, и прямо альта к биткоу полетит, там на альте можно больше гораздо заработать, но это если поймать момент, если не поймать, то лучше не стоит. Только биткоин. Но в этот самый, в долгосрок, я много говорил, что альту, наверное, лучше брать. Я буду брать, ну, вот сейчас, я очень сомневаюсь, да, после этих вот двух недель, что вообще делать с альтой битком, пока сложно сказать. Ну, вот так, реально, в долгосрок ты думаешь, вообще по альте у нас есть какие-то варианты откатиться? Ну, уж я не говорю там про глобальные хаи, но хотя бы там к средним таким уровням, а-ля эфир по 600. Да. Да? Да. Ну, я так же думаю. Вы не подумайте, что я такой, типа, сейчас да? Что, серьезно? Нет, я просто немного уставший, вот, но я тоже думаю, что у нас, по крайней мере, я думаю, Арсен со мной согласится, тот же эфир по 400, это... Ну, было не так, 400 было. Ну, а можем собаку в кадр поставить? Да, без проблем вообще. Артем, расскажи мне, соответственно, по среднесрочным движениям сейчас ты все-таки какой приоритет ставишь, несмотря на то, что ты говорил, что вот у тебя сейчас выбило шорт, далее как все-таки ты планируешь торговать? Более в шорт позицию или все-таки набирает лонги? Я это спрашиваю относительно уровня, там, биткоина, 9, 9, 100. Соответственно, будем мы эти уровни пробивать, там, среднесрочный или все-таки будем ловить какой-то отскок? Ну, что по среднесроку? Ставлю нападение. Нападение, да? Да. И какие это уровни? По биткоину? Да. Ну, 6 тысяч. 6 тысяч. То есть, ты считаешь, что у нас будет более глубокая просадка? Если пойдет падение, я с этого неплохо заработаю, я бы сказал, хорошо. Если будет рост, мне там стоп выбит, ну, ничего страшного, там, посмотрю на дальнейшее движение, может быть, в лонг возьму. Артем, расскажи, какие приемы в трейдинге ты, ну, вот базовые, основные отчеты торгуешь? То есть, если я, например, в основном использую объемы, уровни, при этом очень мало смотрю на паттерны, то есть, треугольники и тому подобное, ты вот что больше используешь? Я торгую в основном пробои трендов, пробои уровней, ну, объемы смотрю. А, индикаторы пользуешь? Только MACD. Нет, только... А, MACD средняя, скользящая средняя. Скользящая, обычно. А, кресты, золотые, кресты смерти, что ты по этому поводу думаешь? Ну, это все не сигналы к действию. Вот я видел Максима постоянно, хамаха, который, вот там, крест, крест, крест. Ну, и типа, вот сигнал... И причем так говорит, как будто это прям база. База прогноза. Ну, наверное, база. Ну, просто нет, я к этому не отношусь так, чтобы там, что линии пересекли, значит, покупать надо или продавать. Просто это, вот эти линии, они показывают, ну, среднюю цену, соответственно, видно, где сейчас цена относительно средняя. Ну, видно трендовые движения какие-то. Ну, просто эти пересечения, они явно указывают на то, что все-таки есть... Я понял, то есть, можно я уточню, то есть, я правильно понял, то есть, ты берешь среднюю и смотришь просто, если цена, грубо говоря, идет над средней, значит, приоритет на падение под средней, приоритет на рост. То есть, такое есть. Наоборот, скорее, наоборот, если она над средней, это приоритет на покупку, тренд восходящий. Ну, грубо говоря, то есть, там все, нет же такого, что вот какой-то паттерн или вот какая-то там ситуация всегда торгуется так, там все в комплексе смотрится. Ну, вот, грубо говоря, когда над средней, потенциал роста, под потенциал падения. Почему? В смысле? Ну, средняя цена, она указывает... У тебя средняя, у тебя всегда идет возврат плюс-минус к средней. Идет, но на каких уровнях? То есть, обычно, если тренд имеется, оно растет резко, и трендовое за ней идет, и возврат уже... Ну, конечно, потом у тебя уходит средняя, и цена уходит над нее, и потом за ней идет вниз. Ну, это же... Нет, смотри, если у нас флэт, туда-сюда цена скачет, то, ну, да. А если тренд у нас идет, если мы поняли, что тренд идет, то тренд всегда идет над, если восходящий, или под, если нисходящий. Понял. Что ты думаешь насчет халвинга 20-го? Понятия. Вообще, ну, вот, хоть как-то он может, потому что нам же лайткоин показал, как говорится, одно место. Мне кажется, оно вообще особо не повлияет. Ну, типа, майнерам будет меньше платить, ну, может, в перспективе, ну, в перспективе нам повлияет, конечно, меньше объем будет выбрасываться на рынок в моменте, ну, понятия не имею. Ну, может, как-то, знаешь, какое-то движение происходит на рынке, всегда какое-то движение на рынке происходит, и какие-то уже по факту произошедшего движения подтягивают факты, что вот, там было вот это, вот то, пятое-десятое, ну, соответственно, вот оно и произошло. В будущее, ну, так посмотреть довольно сложно. И там какое-то движение произойдет, допустим, рост, ну, вот скажешь, там, халвинг, окей, все, растет под халвинг, ну, не произойдет, так не скажешь. Как ты думаешь, криптовалюта – это вариант заработать вот так в моменте, или все-таки это реально какое-то будущее? Понятия не имею. В моменте заработать по-любому. Ну, есть ли у этого всего будущее, или все-таки в любом случае это все будет, по твоему мнению, прижиматься там? Я думаю, что скорее… Ну, как, прижиматься не будет, мне кажется, скорее всего… Ну, думаю, что скорее всего биткоин будет стоить ноль, чем миллион. Ну, а что ты скажешь на то, что, например, вкладываются действительно огромные деньги в развитие проектов на блокчейне и тому подобное? Ну, что значит огромные? Ну, сравнительно. Ну, всегда во что-то деньги вкладываются, ну вот… Но все-таки серьезные организации. Ну, серьезные организации тоже экспериментируют. То есть ты думаешь, это не больше, чем эксперимент? Да, я не думаю, я понимаю. Ну, что такое? Ну, все-таки странно вложить миллиарды долларов в финансовый эксперимент. Это же не наука. Я не отслеживал, какие объемы куда инвестируются и какие объемы относительно общего капитала у компании инвестируются. Ну, я считаю, что это, ну, эксперимент, что-то новое, пробуют зарабатывать. А бакт? Бакт. Тоже. То есть только эксперимент? Ну, что-то может получиться, может не получиться. Ты не думаешь, что это прямо, типа, какая-то такое окошечко для институционалов? Или все-таки это больше, типа, инфоповод якобы вырастим? Это окошечко для институционалов. Не факт, что оно перерастет во что-то. Не факт, что биткоин будет, говорю, миллион стоит. Не факт, что будут огромные инвестиции, деньги. А вот когда ты торгуешь, ты больше отталкиваешься от графика или все-таки фундаментальный новостной фонд ты учитываешь? То есть я могу рассказать, сейчас объясню. У меня был период, и он был очень актуальный, когда я торговал только от новостей. Хочу сказать, что работал это очень неплохо. Я не помню, какой это был год, по-моему, наверное, год 18-й, может быть. Но вот торговал я только от новостей. Вот, и торговал я только от новостного фонд. Сейчас я наоборот как-то отошел, я пошел реально по трендовым, я пошел по уровням, я пошел по объемам. А вот новости как-то... Я тебя понял. Ну, в новостной фон я поглядываю. Я понял, что он прямо сильно не влияет. Поглядываю. Вот, все. В основном смотрю график. Ну, а всякие типа ETF и тому подобное. Фуфло, не фуфло? Ну, ETF не приняли же. Ну, там какие-то... Если примут, то... Если ETF примут, это потенциальные деньги, которые могут в рынок вкинуть. Он может вырасти. А не думаешь, что это так же, как багт пройдет? Может, я не знаю. Никто не знает. Ну, есть шанс, есть вероятность, что деньги постепенно... Постепенно в будущем, в теории, сюда могут прийти большие деньги. Придут или нет? А как ты думаешь, сейчас в криптовалюте большие деньги? Ну, большие, значит, большие. Относительно чего? Ну, относительно общей финансовой системы. Я понимаю, что, конечно... Капля в море. Что общая финансовая система? Сколько там триллионов? Ну, да. Не, ну я в том плане, что потенциал есть, переливание в это направление? Потенциал есть. Потенциал, ты считаешь, есть? Ну, потенциал, это именно как технология блокчейн. Я просто, чтобы ты понимал меня. Технология блокчейна, она же как бы отдельно от криптовалюты. Ну, по-хорошему. И я хотел бы понять твое вот мнение, что все-таки потенциал у блокчейна или потенциал у криптовалюты? У блокчейна потенциал 100% большой. Но он уже много где используется. Что с крипто будет? Ну, потенциал у крипты тоже есть. Ну, здесь зарабатываются деньги. Пока деньги будут зарабатываться, они будут зарабатываться. Новые волны интереса нет. Где она? Почему она? Какая-то волна есть. Ну, там просто был огромный хайп в СМИ, в том числе и по телеку постоянно откроют. Ну, крипта, крипта, биткоин, биткоин. Там люди обожглись, сюда уже не полезли на этом пампе некоторые. Кто-то пришел новый. Пришли новые. Ну, я бы не сказал, что у меня... Да, есть. Но это единиц. Это не то, что было, когда я там вел в 16-м году канал. У меня был какой-то свой костяк людей. И в 17-м мы там вообще полетели. Мне там говорили, все херня, все херня. А потом в 17-м мы полетели. И тут народу погнало, там, знаешь, по 300-400 человек в день просто новых подписок. Но это же отражает интерес. Один из индикаторов. И сейчас очень интересно то, что округлим с 3000 мы движемся на 13. Сейчас стоим 9 там. У нас хорошая волатильность. Но согласитесь, у нас, если смотреть актив глобально, волатильность довольно хорошая. Она вообще обалденная. И такой маленький приток аудитории. Я не только про YouTube-канал, но, в принципе, тех, кто торгует, кто покупает криптовалюту. Почему люди ее боятся, как ты думаешь? Ну, обожглись, наверное, уже в 18-м году. Или видят тех, кто обжегся. Ну, мне сложно говорить про это, потому что я не знаю, там, почему приток, не приток, идет, не идет. Ну, у меня вот YouTube-канал бахнул, когда 20 тысяч биткоин стоил резко. Прямо огромное количество, огромный поток подписок шел с тех пор. Ну, кто-то подписывается, кто-то отписывается. У меня там канал был, наверное, 1040-1045. Где такой диапазон подписчиков в моменте, когда он выстроил. С тех пор, сколько мы сейчас, там, 50-55. Такой диапазон, там, 10 тысяч человек пришло за все остальное время. Нет, на самом деле, я тебе открою нашу большую проблему, что твою, что мою. У тебя идет, у нас идет чисто профессиональная аналитика рынка, что у меня, что у тебя. Нет, ну, ты сейчас это самое путаешь. Я в основном... Ну, что, ты снимаешь, ты говоришь, ты снимаешь видос. Сколько будет стоить Ripple в 2020-м году? Не понял, нет, у меня такие видосы нет. Ну, вот, а такие видосы прут людей. Нет, 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 смотри. У меня не сказал бы, что значит профессиональная аналитика. У меня там, я не считаю себя профессионалом, я ими не являюсь. У меня мысли мои по рынку. Я как веду свой блог, параллельно даю мысли, показываю ребятам, что там получается из этих мыслей. Ну, и как прогресс какой-то, просто без интереса, ребят могут смотреть. Ну, кто-то у меня там смотрит, что вот Артем там говорит, там, биткоин будет. Ну, грубо говоря, не говорю, там, биткоин будет 20 тысяч надо покупать. И идут покупать. Ну, это не совсем тот посыл, который я хочу дать. У меня в начале ролика дисклеймер, мол, ребят, вы... Вы прислушиваете, поэтому фишка, это большая проблема. Люди думают, что им должны почему-то дать вот это вот готовое решение. Это обучение, это долгая работа. В том числе, вот Артем говорит, он сам своим умом, своими ошибками доходил. Я своим умом, своими ошибками доходил. Я все еще иду. Я, ну, что здесь доходил, как будто дошел уже. Ну, и сейчас идем. Сейчас. Очень интересный рынок. Действительно стоит отдать должное тому же Максиму Хамахе. Он правильно абсолютно говорит, и это было абсолютно очевидно. Это видно, что сейчас рынок меняется. И рынок сейчас действительно меняется. Действительно, на десятке многие сходили с ума. Ты как вообще себя на десятке чувствовал, когда мы вышли на десятку, когда там... Типа когда с трех до десяти подрос? Нет, когда уже на десятке, когда уже только объемов не было, только боты отжигали. Когда он там уже колебался, 14 падал. Да, да, да. Я сомневался, мне просто в баксах сидеть или шорт брать. Я так и не решил шорт тогда брать. Аж зря. Я потом такой... Когда уже прошло вот так, как это называется? Страх упущенной прибыли или что-то как-то. Фома. Ну, не, фома это вроде как там верх. Да какая разница, фома упущенная, ну, фома это когда у тебя чувство идет на упущенную вот такую вот тему. В общем, я сидел просто в баксах, наблюдал. Я много, уже несколько месяцев до этого говорил, что ребят, надо как бы в баксах, наверное, сидеть. И сидел в баксах. Ну, шорт не брал, к сожалению. Думал взять, не взять, рискнуть, не рискнуть не стал. Давай я вопросы своих подписчиков тебе зачитаю. Они, я так понял, не совсем поняли. Я спрашиваю, я не помню, что я спросил. Они, видимо, тебе вопросы пишут. Ну, хотя и мне в том числе. Давай ты дашь мысли по биткоин на год вперед. Я могу сказать честно. Да вообще, да, я не знаю. Я не знаю, ну, я точнее знаю и понимаю, вижу, как торгует Артема и знаю, как торгую. Я, мы торгуем момент. Ну, максимум там. Я не знаю, сколько ты торгуешься. Я торгую недели три. Не, ну, я на долгосрок стараюсь ориентироваться. Ну, на полгода я вижу падение. Ну, я не знаю, там, как мы наговорили, там, намонтируешь. Ну, я вот шесть тысяч жду. Ты такой, намонтирую, короче. Я жду тринадцать тысяч. Нет, там был момент миллион долларов. Я жду миллион долларов. Миллион долларов, да-да-да. Побрезать вовремя главное. Вот смотри, пишут, я начинающий трейдер, с чего начать, братан? С чего начать, братан? С начинающим трейдером? Я думаю, много нас начинающих трейдеров смотрят. Ну, я могу сказать. Ты считаешь себя начинающим трейдером, давай так? Нет. Не потому, что я там как-то и что-то, но я действительно столько времени на рынке, что это уже как часть жизни. То есть, это не то, что я там пытаюсь торговать или еще что-то. Я понимаю, какое движение, где, и я уже на глаз это вижу. Поэтому я бы сказал, что это довольно плохая часть жизни. Она, с одной стороны, хорошая, что она несет деньги. С другой стороны, она очень много забирает здоровья. И на самом деле, начинающему трейдеру надо, во-первых, начинающий трейдер смешной, довольно понятен, но все же, в обязательном порядке надо понять, какой инструментал вы будете использовать. Купить криптовалюты вообще, хотя бы, хотя бы. Заведите биткоин-кошелек. Ну, да-да-да. Ну, я считаю себя начинающим, наверное, скорее. Ну, почти три года торгую. Результат есть. Результат хороший. Ну, прямо, ну, что-то начинающий, не начинающий, что такое может. Ну, это же какая-то странно, что я, вот я не считаю себя там профессионалом, потому что профессионалов в этой сфере просто нету. Кто профессионал, кто у нас, кто профессионал по криптовалюте? Я не знаю, что значит профессионал. Когда у нас Тузимун, я не знаю. я скажу честно и никто не знает ну действительно для того чтобы поймите тузамон это это огромное количество факторов то есть это не то что кто-то там где-то захотел какой-то кит и будет тузамон хер там это хайп это обязательно отсутствие продавца сми полная заинтересованность если проще отсутствие продавца в обязательном порядке это те же манипуляции том числе они будут дополнять на поверьте тузамон это не только манипуляции даже отслеживая тузамон вот этот вот какого 16 17 года 18 года когда он там 17 18 года 17 года до знаете как эффект домино вот толкнули дальше она сама и действительно это именно так так и происходит тузамон для этого очень много должно сложиться факторов а учитывая уровень технологического развития учитывая уровень того что принципе что сейчас происходит на рынке факторы должно сложиться прям очень масса потому что не дай бог сейчас начнется какое-то нерегулируемое количество проектов начнутся какие-то там движек которые не подходят под законодательства разных стран сейчас же это начали очень сильно отсматривать почему ну например в семнадцатом году тузамон потому что в биткойн не верили ну думали ну что такое bitcoin есть интервью грефа где он говорит это херня вот даже два интервью еще и истин к вам есть и с грефом истин к вам есть где не криптовалюта серьезно вы серьезно спрашиваете меня про криптовалюты потом через два года греф говорит криптовалюта это будущее это блокчейн будущее тинькофф сейчас бегает свою криптовалюту хочет открыть на запустить тинькофф хочет свой криптовалюта тинькофф этот коин должен быть или как он там называется ну типа того я не помню кроме как помнишь крипто рубль был в свое время все порсили это порсили артем у меня такой вопрос что ты хотел бы пожелать людям которые не так давно узнали о криптовалюте и прям горят низкого желания инвестировать я желаю таким людям зарабатывать больше бабок чтобы переживать просадки спокойствия вот кстати по поводу трейда как ты считаешь какое количество денег от собственных сбережений должно быть инвестировано ну вообще в принципе инвестирование обязательно в криптовалют ну изначально сегодня с того что ничего никто никого не должен не не должно быть инвестировано по пожеланию сколько может быть а на стиле ну сколько сколько желаешь потерять больше инвестируешь больше риск больше к людям которые знаешь в начале была как шутка как смех какой-то но реально все больше и больше столкнулись людьми которые они берут под креп تو кредиты я не видел таких ни разу, но слышал? Куча народа. Слышал, но не видел. Куча безумная. А, одна женщина в апреле, что ли, дала мне, сколько там, 5000 баксов в управление, сколько там, пару месяцев я торговал. Ну, как торговал, там в рынке просто сидела, там росло хорошо все. Там какой-то плюс у нее был. Ну, и с месяцами могу путать, с процентами могу путать, сейчас снова придерутся к словам. Вот, откупили биткоин, снова на глазах, ладно? А я говорил. Я надеюсь, там все записано было. Весной это было, месяц или сколько, или два я там у нее деньги взял, сидел в рынке, рынок рос, прибыль была, там сколько, с пяти, там, шесть чем-то получилось, по-моему, ну, что-то такое, может быть, под 7000 баксов. Она мне говорит, Артем, это самое, я бы лучше сделаю, говорит, во-первых, обидно было, во-вторых, говорит, Артем, я у тебя деньги заберу, там, проценты я тебе не отошлю, хотя мы до этого все договаривались, обговаривали, то есть, ну, я как, я беру счет управления, ну, и с прибыли беру небольшой процент дохода, ну, там, как договориться. Понятно, это абсолютно понятная система. И она говорит, я тебе процент не дам, ты, это самое, Артем, ты такой нехороший человек, я, это самое, у меня кредит, ипотека, я пошла его закрывать, и типа все, счет у меня забрала, ты, говорит, я пошла закрывать ипотеку. Я, поэтому, собственно говоря, и не беру деньги в управление, потому что в свое время я столкнулся с одним человеком, которому я сделал из миллиона рублей. Вдумайся, и вы тоже вдумайтесь, из миллиона рублей, человек и сделал миллион семьсот. Ну, почти их два. Он посчитал, что, ну, я вот закрылся, да, и рынок дальше пошел. Но я реально посчитал, что это опасно. Ну, я, ну, он говорит, что я бы сделал больше. Это я бы сделал больше. Я бы, да, но можно было поймать хай, и такой недовольный со всех сторон. Вот я ему деньги дал, и с тех пор зазарекся, что ну нахер. Да такой постоянно. Ну нахер просто, потому что это так, ну, есть адекватные люди. Ну, и меньшинство, к сожалению, в СНГ. Ну, вот примерно половина тех, с кем я работал, такая вот секретная, скрытая информация по доверительному управлению. Ну как, я не могу сказать по количеству людей, нет, там большая часть адекватных. По объему капитала, я могу сказать. Обычно те, что прямо огромные деньги дают, ну, относительно других, не скажу, что огромные, тоже небольшие. А те, что побольше денег дают в управление, они ждут каких-то больших результатов обычно, и в основном часто оказываются не совсем адекватными ребятами. А это проблема из СНГ, я считаю. Я не знаю. Я поэту, я поэту тоже, потому что, знаешь, сложно очень человеку из СНГ объяснить, что инвестиции, это не значит, что тебе завтра в три раза больше свалится денег. Может быть. Люди не понимают, что если они вкладывают в это деньги, они могут потерять. И на самом деле, какую-то часть, например, потерять действительно порой важно для того, чтобы приобрести какой-то опыт. Ну, конечно, я вам этого не желаю, но, по крайней мере, я лично, когда тоже на своем опыте все это проходил, да и Артем, я тоже думаю, неоднократно терял деньги и немало. Вот. И, ну, главное, уметь это все дело разрулить, и потом понять, сделать выводы, понять ошибки и уже дальше отторговать то, что есть. Кстати говоря, насчет шортов. Ты какое плечо обычно берешь или ты без плеча? 2-3. 2-3, да, то есть это у тебя довольно длинные стопы всегда, да? По-разному. По-разному. Но ликвидации еще нет. Я просто... Ликвидации – это потеря баланса. Нет, конечно. Нет, ни разу, да. Нет, конечно. Я очень боюсь, вот я не знаю, у нас вот было интервью с Алексом как раз, я вот ему тогда тоже говорил, он вообще там по-жесткому, он там X20, короче, брал вот такие. И вот этот кросс, помнишь, кросс на битмаксе, вот он это тоже развлекался с этой темой. В итоге, да, конечно, сейчас он как-то там выруливает всю ситуацию, но, блин, неприятно там потерять, например, 100 тысяч долларов баланса. А вообще, вот ты как считаешь, в плане, если все-таки человек решил заниматься инвестициями, все-таки, вот криптовалюта или лучше традиционные инвестиции, акции, облигации, или можешь вообще в банк положить? Мне непонятно слово «лучше», непонятно слово «много», «мало», там, «хороший», «плохой», ну, что значит «лучше»? Менее рисковое? Менее рисковое, да. Менее рисковое, и вот как ты думаешь, все-таки криптовалюту можно просто взять, так вложиться и типа забыть о ней там на три года? Или все-таки… Скорее нет, чем давно. Видишь, я же говорю, думаю, что она бы скорее, ну, биткоин 0 стоит, чем миллион, скорее всего, но я думаю, что не стоит. Ну, то есть, думаешь, что все-таки это вот трейд здесь и сейчас. Ну, типа вариант заработать здесь и сейчас. Ну, там в перспективе года, может, что получишь, что нет. Вовремя выйти посмотреть момент для выхода. Ну, я понял тебя. Ладно, друзья, уже действительно два часа ночи, мы что-то уже подустали. Какими-то соображениями с вами поделились, думаю, вам было полезно. Плюс, ну, постарались не затягивать сильно интервью. Такую краткую выжимку. Вот мы с Темой сегодня первый раз, так сказать, в жизни познакомились и сразу интервью еще решили записать. В общем, ссылка на канал Артема. И действительно, кстати, хочу вам, да, она в описании. И здесь я хотел бы вам дать рекомендацию на его канал, потому что действительно его канал стоит посмотреть. Это не то, что мы там вот с ним вот общаемся, не общаемся, а действительно там очень много полезных соображений, очень много полезного мнения. Вот. Сразу скажу, не совсем я солидарен, но в любом случае надо всегда делать, думать, не только думать своей головой, надо еще сводную делать. Обязательно. Действительно, довольно обидно то, что последнее время получается так, что многие крипто-ютуберы начали копировать прогнозы из каких-то там иностранных платных групп и тому подобное. Раньше вот в этом плане было лучше, что у каждого было свое мнение, но действительно лучше все-таки брать, делать сводную и главное проводить анализ. То есть, соответственно, вы смотрите, например, движение случилось, не надо радоваться, что оно просто случилось, вы скажите, почему? Или движение не случилось, не надо там сидеть на себе волосы рвать, вы тоже должны понять, почему оно не случилось. И только таким образом, действительно, с годами. Вот я могу сказать, например, за себя, много лет занимаясь трейдингом, в том числе, много лет занимаясь криптовалютным трейдингом. И действительно, какая-то вот часть движений, вот я понимаю, как идет там, как пойдет курс, оно уже сидит где-то здесь в подкорке. Оно не сидит только в уровнях, оно не сидит только в паттернах, оно не сидит только в индикаторах, оно сидит уже в подкорке, потому что ты видел таких, блин, 40, 50, 100 движений, и ты понимаешь, какая приблизительная вероятность, что пойдет актив так, или иначе. Вы наблюдаете за рынком, вы делаете выводы, вы делаете сводную, вы набираетесь опыта, и именно это помогает торговать на криптовалютном рынке, потому что, я не знаю, согласен ты со мной, ну, в том числе, да, ну, просто, что касается фонды, там действительно все-таки те же там RSI, всякие MACD, ну, да, но они просто, там действительно от этого многие очень отталкиваются, и это дело, дело в том, что отталкиваются, потому что там нет таких манипуляций, они запрещены. И действительно, люди там отталкиваются, там уже вопросы, например, если смотреть и судить по фонде, по акциям, там идет вопрос жадности. У нас не идет вопрос жадности, на крипте идет вопрос просчитать, где тебя могут вот только так. По сути так, потому что манипуляция здесь может быть завтра биткоин 2000 долларов. Завтра верят ли? Ну, через неделю может быть. Ну, вот плюс-минус. В общем, поделились опытом, поделились в кратком формате, надеюсь, вам понравилось, понравилось. Еще раз, ссылка на канал Артема в описании, на мой канал, если не подписаны, тоже в обязательном порядке подписывайтесь. А мы? Жмем руки. Переканчиваем. Вот так вот, постановочно. Всем пока.